Сегодня мы начинаем с вами исследование новой, серьезнейшей темы, анонс, о которой звучит на русском радио и на волне 15.40, и на волне 11.50 на протяжении уже некоторого времени. Кто из вас слышал рекламу, поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Для тех, кто не слышал, включаем и слушаем. Дорогие друзья, Центр Духовного Просвещения приглашает вас на новый цикл проповеди Виталия Олейника на тему изгнания бесов. Каковы имена и действия бесов? Может ли верующий быть одержим злыми духами? Что нужно для изгнания демонов? Если вы страдаете от демонического влияния, желаете помочь своим близким или просто хотите разобраться в этой важной теме, этот цикл проповеди для вас. Вы сможете подготовиться и получить новую меру свободы от дьявола и злых духов. Проповеди будут звучать каждую субботу в 11.15 утра в течение мая месяца по адресу 153.18 South East Newport Way в городе Белвью, зип-код 98.006. Прямая видеотрансляция проповедей доступна в филиалах Центра Духовного Просвещения в городах Эверет и Федерал Уэй. Вход свободный. Телефон для справок 425-687-6590. 425-687-6590. Вот это наша задача с вами. Мы сегодня приступаем к исследованию темы, которая непосредственно лично касается каждого. В качестве ли страждущего от бесов, в качестве ли душепопечителя, который стремится и хочет помочь тем, кто одержим. Сегодня мы начинаем с вами исследование этого важнейшего вопроса. И первая проповедь называется так – «Одержимые христиане». «Одержимые христиане». Вопрос – «Могут ли христиане быть одержимыми? Могут ли те, кто родился от Святого Духа, кто далее находится в статусе и в процессе освящения, те, кто служит в церкви, те, кто в завете с Господом, те, кто крещен Духом Святым, те, кто получает силу от Духа Святого для служения, могут ли они быть одержимыми? Вот первый вопрос, который должен прояснить для нас ситуацию касательно актуальности этой темы. И мы приступаем непосредственно к исследованию тех отрывочков Священного Писания, которые описывают христиан в этом контексте. Посмотрим. Вначале на книгу «Деяния апостолов», пятую главу, где прочитаем первые пять стихов. «Деяния апостолов», пятая глава, первые пять стихов. Некоторые же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сие слова, Анания пал без дыханина. И великий страх объял всех, слышавших это. Вопрос. Являлся ли Анания христианином? Был ли он частью церкви? Посмотрим на стихи, которые предшествуют этому повествованию. Четвертая глава книги Денья Апостолов, стихи с 32 по 37. Посмотрим на контекст этих стихов. Четвертая глава, стихи с 32 по 37. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит цену тишения, Левит, родом Киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. И вот когда закончилось повествование об Иосии, говорится, Анания и Сапфира сделали тот и тот. Итак, контекст, что показывает, они христиане или нет? Вне всякого сомнения. Речь идет о том, что происходило именно в обществе верующих. У множества же верующих было одно сердце и одна душа. То есть, описывается первоапостольская христианская церковь в городе Иерусалиме. Вот там таким образом помогали нуждающимся. Потому Анания вне всякого сомнения христианин, человек верующий. И вот мы задаем вопрос, что же произошло? В синодальном переводе в стихе номер 3 сказано так. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Что сделал сатана с Ананией? Вложил в сердце его мысль. Однако, если мы смотрим на этот 3 стих 5 главы книги Деяния Апостолов внимательно, мы находим, что там слишком много слов набрано курсивом. Какие слова в ваших Библиях? Ты допустил и еще слово мысль. Их нет в оригинале этих слов. Потому я предлагаю вам посмотреть, как иные переводы предлагают это место. Перевод российского библейского общества «Новый и современный» говорит, как такое могло случиться, что сатана овладел тобой. Представляете? Сатана овладел христианином, рожденным свыше и Духом Святым крещенным. Сатана овладел этим человеком. Перевод Кулакова говорит, «Анания, как мог сатана так овладеть тобою?» Та же самая мысль. Перевод «Живой поток», так называемый восстановительный перевод, предлагает восстановительный перевод такую формулировочку. «Ананий, почему сатана наполнил твое сердце?» И вот этот перевод, он ближе всего следует подлиннику. «Сатана наполнил кем или чем?» «Сатана наполнил твое сердце». И вот слово «наполнил» в подлиннике в греческом «плероо», глагол «плероо» используется в Священном Писании для работы Духа Святого. Вот два примера. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, 52 стих. «Деяния апостолов», 13, 52. А ученики исполнялись в оригинале «плероо». Исполнялись чего? Радости и Духа Святого. То есть, этот глагол описывает действие Духа Святого, когда Дух Святой приходит в естество человека и наполняет собою человека его сердце. А сердце в Библии значит что? Разум, внутренний мир. То есть, Дух Святой сам собою наполняет человека. Еще один пример послания в Ефес, 5 глава, 18 стих. Ефесианам 5, 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». То же самое слово, тот же самый глагол. «Исполняйтесь». Причем описывается многократное действие. Дух Святой может наполнить человека либо дьявол, дух зла, бес, сатана, демон, нечистый дух может наполнить собою человека. Дословно текст говорит «Ананий, почему сатана наполнил твое сердце?» Вот страшный диагноз. Человек верующий, человек христианин, человек имевший Духа Святого, ибо невозможно назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым, пишет апостол Павел, он вдруг здесь наполняется дьяволом, злым духом, сатаною, бесовским духом. Какова причина? Скажите, какой грех здесь имел место в описании Анании? Какая заповедь была нарушена? Кто-то говорит обман. В чем был обман? Хорошо, что вы не сказали ложь, потому что Анания ничего не говорил. Он просто взял, часть оставил себе, договорился с женой с Апфирой, часть принес к апостолам, принес и положил, не сопроводив это действие никакими словами. То есть, формально говоря, он никакой неправды не сказал. А что он сделал? Он создал видимость того, что он следует примеру Осии, называемом Варнавою. Он хотел создать видимость жертвенности, как вот прочие, кто продавали свои имения и отдавали на нужды бедных, иметь хорошую репутацию и одновременно иметь и материальное благо. То есть, он захотел создать видимость того, чего не было. Вот это его грех. И таким образом он солгал, таким образом он сотворил ситуацию, при которой было несоответствие реальности и постулируемому реальности и показному, показываемому наружу. То есть, когда мы с вами смотрим на грех этого человека, это нечто, на что многие современные христиане даже не обратили бы внимания. Правда? То есть, за что его, скажем, на замечание брать в плане дисциплинарных взысканий? За что его, скажем, на членском собрании обсуждать, что касается грехов? Вопрос, а кто-нибудь из вас в таком же статусе пребывал когда-нибудь? Когда вы своим внешним видом, своими действиями позиционируете себя так, что то, что вы желаете создать в качестве мнения о вас, у окружающих, на самом деле реальности не соответствует? У кого-то было такое? Господь говорит, это происходит тогда, когда сатана наполняет сердце человека. То есть, даже такой, казалось бы, тривиальный, такой не очень серьезный, не очень крупный, по мнению большинства, грех, он был причиной страшного диагноза и не менее страшной кончины анании. Мы находим таким образом, что одно и то же действие в Священном Писании, одно и то же слово описывает и служение Духа Святого, он наполняет верующего, и Духа Зла, Дьявола. И Духом Святым, и Злом, и Сатаной можно наполняться, и речь идет именно о христианине. Речь идет о страшной форме двойного подданства, когда то Бог, то Дьявол наполняет внутренность человека. И последствия были самые трагические. Чему учит нас пример анании? Потому что христиане, к сожалению, могут быть одержимыми. Они могут быть вместилищем, носителями и орудиями дьявола, несмотря на то, что принадлежат церкви и когда-то получили Святого Духа. Второй пример, который мы рассмотрим сегодня, находится во втором послании апостола Павла Коринфянам в 12 главе. Второе Коринфянам 12 глава стихи 7 по 9. Пример еще более неожиданный. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне, пишет апостол Павел, жало вплоть ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Итак, несколько вопросов по этому отрывку. Какой диагноз у апостола Павла? Какой диагноз? Что говорит Священное Писание? «В нем в его плоти находится ангел сатаны, вестник сатаны, то есть ангел зла, бес, демон, злой, нечистый дух». Так в вашей Библии написано. Еще раз читаем. «Дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Диагноз апостол Павел сам себе ставит точный. Ангел сатаны, бес, демон, нечистый злой дух находится, находился в плоти Павла, в нем самом. Теперь вопрос. Как это проявлялось? В чем выражалась вот эта форма присутствия беса, ангела сатаны в апостоле? Вот как мы находим формулировочку в переводе Кулакова на современный русский язык. «Посланник сатаны избивает меня». Это попытка перевести седьмой стих, где все на дальнем переводе сказано «Ангел сатаны удручать меня». Кулаков говорит «Посланник сатаны избивает меня». Перевод российского библейского общества говорит «Ангела сатаны он меня колотит». Представляете? Он меня колотит. Перевод живой поток «Чтобы он бил меня». Вот в подлиннике используется то же самое слово, которое описывает, что делали воины с Иисусом Христом в притории, когда они по синодальному переводу заушали его, то есть пощечины ему давали, именно били. «Дано мне жало вплоть ангел сатаны бить меня, колотить меня, избивать меня» или по синодальному переводу удручать меня, говорит апостол Павел. Мы поднимаем сейчас очень важный вопрос. Личность, которая возведена в христианстве традиционном в лик святых, личность, которая и для протестантов имеет особый вес, потому что на посланиях апостола Павла базируется целое направление богословия протестантского касательно отношения к закону. Вот эта личность говорит о себе, что в нем был ангел сатаны. «Теперь почему? Как такое было возможно? Как такое можно себе представить? Причину указывает сам отрывок. Что говорит прочитанный нами отрывочек? Сам же седьмой стих дважды. Возвращаемся к седьмому стиху. «И чтобы я не превозносился в начале стиха и в конце вновь чтобы я не превозносился». Дважды одна и та же самая фраза. Итак, этот ангел присутствовал и в жизни, и в плоти апостола, потому что у него было превозношение. И вот для того, чтобы каким-то образом с этим грехом бороться, Бог позволил ангелу сатаны удручать, избивать, колотить апостола Павла. У нас есть ответ непосредственно в этом тексте, чтобы я не превозносился. И вот когда мы задаем вопрос, что значит превозноситься, потому что как и по иным, и по этому месту священного писания есть толкования самые различные и самые противоречивые. мы обращаемся к подлиннику, к греческому языку. Перед нами глагол хюперайо, который используется всего три раза в подлиннике апостольских писаний. То есть в том, что называют Новый Завет всего трижды этот глагол используется два раза здесь, в 7 стихе 12 главы 2 послания Коринфянам и еще один раз во 2 послании фессалоникийцам во 2 главе. Давайте почитаем, что этот глагол значит. 2 послания фессалоникийцам 2 глава стихи 3, 4, 8 и 9. 3, 4, 8 и 9. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступлений и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся вот оно наше слово, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Описывается человек греха, сын погибели, который превозносится и превозносится в каком смысле? Против Бога. Вопрос, кто это в этом человеке греха осуществляет, чьей силой все это, эта тайна беззакония реализуется? Читаем стихи 8 и 9. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. Так, кто действует в человеке греха? Сатана. Это действие сатаны. Он превознесся в самом начале. Он сказал, буду подобен Всевышнему. И вот эта гордость, это превозношение теперь, когда действует дьявол в человеке, становится признаком и одновременной причиной одержимости. Итак, вот почему у апостола была такая проблема. Проблема превозношения. И речь идет и именно о дьявольском действии. Так вот, чтобы этого не было, Господь позволил бесу проявлять себя. На самом ли деле апостол Павел любил превозноситься? На самом деле любил он хвастаться? Давайте посмотрим на использование слова хвастаться, хвалиться в Священном Писании, в подлиннике, как это представлено статистически. Но прежде сам контекст. Вот о чем идет речь в принципе в отрывочке до 12 главы и сразу после этого заявления, когда апостол признается в том, что в его плоти есть ангел сатаны. Приглашаю вас посмотреть на 2-е послание Коринфянам 11 главу стихи 16 по 18. 11 глава 16 по 18. Еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу, как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Это очень интересный отрывок. Апостол Павел показывает, что он понимает, он понимает, что хвалиться не должно, что это что такое? Неразумие, что это непотребность, но он говорит, хотя бы в качестве неразумного меня примите, чтобы я мог похвастаться. И вот далее он приводит все доказательства. Они евреи и я, они апостолы и я, и так далее, и так далее. У него целый список того, чем он хвалится. И дальше 12 глава, 1 стих, давайте посмотрим, 12, 1, «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Он еще одну сферу показывает, где ему и тут есть чем похвалиться. И вот затем он говорит о неком человеке, и мы все прекрасно догадываемся, о ком идет речь, и дальше, после того, как он утверждает, что в его плоти есть ангел сатаны, давайте посмотрим на 11 стих 12 главы, 2 Коринфянам 12, 11, «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». То есть вопрос, была ли тема хвастовства значима для апостола Павла? Она значима, во-первых, в контексте, а во-вторых, когда мы смотрим, как вот этот греческий глагол «каухаумай», «каухаумай» в подлиннике «хвалиться», «превозноситься», как он используется статистически, мы находим удивительную картину. Всего он используется 37 раз в оригинале. То есть во всех апостольских писаниях от Матфея до Откровения всего 37 раз. Апостол Павел использует этот глагол 35 раз. Представьте? 35 раз. Когда мы берем другие формы этого слова, например, слово «каухасис», «каухасис», «хвастовство», «гордость». 11 раз используется эта форма этого слова в подлиннике, и апостол Павел из 11 10 раз использует. Это во всем священном писании, написанном по-гречески. Еще есть одна форма «каухэма», тоже «хвастовство», «гордость». Из 11 раз использование апостол Павел для себя использовал все 11 раз. Есть в русском народе такая глубокая фраза «у кого что болит, что дальше? Тот о том и говорит». То есть, мы видим, что для апостола Павла это был в действительности насущный вопрос. Он с ним боролся, он понимал, что это не по Божьей воле, но вместе с тем этот грех в нем оставался. И просто в качестве иллюстрации еще одно такое яркое место. 1 Коринфянам 9, глава 15 стих. 1 Коринфянам 9, 15. «Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня». Вот теперь фраза. «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Представляете, насколько для него важно было, чтобы люди о нем были соответствующего мнения, чтобы все знали, кто он, какого статуса. То есть, насколько для него важно было похвалиться. Он говорит, что мне милее смерть. Я еще раз читаю. «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Итак, были ли у дьявола причины посылать своего ангела в плоть апостола Павла? Были. Были. Великий апостол, к сожалению, признает, что он имел в своей плоти ангела сатаны и причиной был грех. И вновь, вот этот грех апостола Павла это не какой-то из десяти заповедей. Это не что-то такое, что почитается крупным, тяжелым, серьезным преступлением. Это то, чем большая часть людей грешат постоянно при возношении, гордости, хвастовства. Кто-то начинает что-то рассказывать и человеку прямо вот ну неприятно, что у кого-то какой-то успех. И прямо вот так вот ну плохо на душе, что не у тебя. И человек поскорее прерывает и говорит, а вот у меня что? Это что? А вот у меня что было? И вот такая задача, чтобы вот все-таки все-таки закончить разговор о себе сплошь и рядом наблюдается. Чье-то действие, чей ангел работает, ангел сатаны. Мы даже не догадываемся, дорогие, насколько часто верующие, христиане, становятся орудиями сатаны. Он поселяется в них, потому что они открывают ему дорогу грехами своими. И, к сожалению, это все приносит раздор, это все приносит и потенциально гибель самому человеку, во плоти которого проявляет себя дьявол. Мы рассмотрели два примера, две иллюстрации. А теперь вот заявление общего характера. Второе послание Коринфянам, одиннадцатая, глава стихи третий и четвертый. Второе Коринфянам, одиннадцатая, глава стихи третий и четвертый. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Пока сделаем паузу. Апостол Павел выражает опасение, что христиане, которым он пишет, могут повторить опыт Евы. Когда сказано «змей хитростью прельстил Еву, так и с вашими умами может произойти». То есть, иными словами, христиане они вовсе не застрахованы, они не находятся в состоянии изоляции, они точно так же могут пасть, и дьявол точно так же может наполнить их сердце. И далее еще более трудное заявление. Четвертый стих. «Ибо если бы кто, придя, начал благовествовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовествование, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть, по синодальному переводу у нас здесь с вами ряда высказывается предположений, что было бы, если бы. И вот эти предположения. Давайте посмотрим. «Если бы кто проповедовал другого Иисуса, дальше, если бы вы получили иного духа, то есть, какого духа? Не того, какого получили, не святого духа, а дьявольского духа, бесовского, злого духа, нечистого духа. Если бы это все было, то какой была бы реакция верующих, что говорит текст? Вы были бы очень снисходительны к тому. Вы были бы очень снисходительны к тому. А давайте теперь посмотрим, как иные переводы передают это же самое место Священного Писания. Передают более точно. Перевод «Живой поток». «Ибо если тот, кто приходит, проповедует другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или вы получаете изъявительное наклонение, не сослагательное наклонение, не условное, а описание того, что происходит, или вы получаете иного духа, которого не получали, то есть не получали в самом начале, или иное благовествие, которого не принимали, то вы его прекрасно терпите». Итак, это предположение или реальность, согласно этому переводу? Это реальность. Посмотрим, что знакомый для нас перевод Кулакова говорит. «Вы ведь почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, какого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, какого не принимали, или иную благою весть, какая вам не возвещалась». Кулаков тоже говорит об этом как о реальности. «Вы с готовностью принимаете иного духа». Итак, выводы. Некоторые христиане, получившие Духа Святого, получают и бесовского Духа. В опыте христианина, в опыте верующего могут, к сожалению, соседствовать и действовать по очереди то Дух Святой, то Дух Зла. Потому, как мы должны ответить на основании двух примеров и этого заявления общего характера на вопрос, могут ли христиане быть одержимыми? Ответ «К сожалению, да». «К сожалению, да». Ну, возможно, кто-то скажет, а я никого не видел из числа христиан одержимыми. То есть, я ни одного одержимого в своей церкви или вот сколько церкви вообще посетила, ни одного одержимого не видел. Есть ли рожденный свыше, есть ли в церкви, есть ли с Господом и так далее. А вы уверены? А уверены ли вы? Священное Писание, говоря нам о природе бесовского воздействия, говорит о том, что у нее есть степени. Библия раскрывает нам, что в разных людях действует, во-первых, разное количество бесов, а во-вторых, и воздействие одного беса по интенсивности может быть различным. Ну, вспомним, например, сколько было бесов в человеке, который встретил Иисуса Христа у озера на берегу. Евангелие от Луки, 8 глава, с 27 по 30 стихи. Сколько? Легион. Давайте прочитаем 8 глава стихи с 27 по 30. Я 30 только прочитаю, чтобы сэкономить время. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. Так в одном человеке был легион бесов. Кто напомнит, что такое легион? Как говорит библейская энциклопедия, легион – это отряд солдат в римском войске, состоявший от 6 до 7 тысяч человек. Так, в одной человеческой личности может быть 6-7 тысяч бесов. Много бесов вошло в него. Другой пример. Евангелие от Марка, 16 глава, 9 стих, а также параллельное место Луки, 8 глава, 2, Луки, 8-2. Читаем по Марку. «Воскреснусь рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал сколько? 7 бесов». Как вы думаете, будет ли разница между человеком, который легионом одержим, и тем, у которого всего 7? 7 тысяч и 7. Естественно, по симптомам, по проявлениям, по внешнему виду разница будет колоссальной. А Священные Писания рассказывают, что у некоторых был один бес всего-навсего. Так? Один бес. Дальше еще посмотрим на другое состояние Евангелия от Луки, 6 глава, стихи 17-18. Луки, 6 глава, стихи 17-18. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из Иудеи, Иерусалима, Приморских, Местирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись». И так сказано «страждущие». Девочки, слышите, да? Страждущие от нечистых духов. То есть, перед нами использование глагола, который в подлиннике звучит так, «охлео» и «энохлео». Речь идет не о жизни духа в человеке, а о том, что дух имеет право беспокоить, причинять проблемы, тревожить. «Энохлео» описывает именно вот такое расстройство, описывает неприятность. Это еще меньшая степень воздействия. Потому, у нас есть огромный разброс от 7 тысяч живущих в человеке до бесов, находящихся вне человека, но получивших право по причине греха причинять страдания, бедствия, неприятности, лишения. И коль скоро существует разная степень и разные уровни подвластности бесам и разные уровни проявления бесов, соответственно, по этой причине многие и не подозревают, что в них живет бес или бесы, или что они являются оккультно примененными в том смысле, что у дьявола есть право на них воздействовать. Многие не подозревают, ни они сами, ни люди, которые рядом с ними живут. Многие относят это на изъяны характера, на погоду, на гормоны и пошло-пошло-поехало. А на самом деле причина может быть духовная. Если беса изгнать, то это проявление в жизни человека закончится, тут же закончится, на следующий день закончится, сразу же закончится, как только этот бес уйдет. Господь открывает нам, что, к сожалению, христиане могут быть одержимыми, и степень одержимости может быть разной, и потому многие живут, не зная, что в них живет и проявляет себя бес. Хочу процитировать для вас из нашего церковного комментария несколько строк, описывающих природу одержимости, которые представляют собою результат исследований библейских отрывков, имеющих отношение к этому вопросу, а также соответствующих мест из трудов Елены Уайт. Цитирую. «Те, кто отвергают или игнорируют истину, присягают этим на верность лукавому». Еще раз повторю. «Те, кто отвергают или что? Игнорируют истину, присягают этим на верность лукавому». Книга служения и исцеления 92-я страница желаний веков, страница 322-я 341-я. Далее. «Те, которые упорно отвергают побуждение Духа Святого или пренебрегают им, поддаваясь вместо этого власти сатаны, развивают в своем характере все больше сходства с его характером. По мере того, как люди таким образом все больше отделяются от влияния управления Святым Духом, они в конечном итоге оказываются совершенно во власти дьявола. Удерживаемые волей, которые сильнее их собственной, они не могут сами освободиться от сил зла. Они автоматически, подчеркиваю, они автоматически мыслят и поступают так, как побуждает их сатана. То есть, им кажется, что это их мысли, это их логика, это их характер, это их поведение. На самом деле, в результате указанных причин противления истины, противления Духу Святому или игнорированию, в результате игнорирования Духом Святым, они все более и больше подходят под власть сатаны и даже и не знают о том, что теперь он имеет власть ими управлять. В тех случаях, где вдохновение указывает причину, оно заявляет, что одержимость демонами приходит вследствие греховной жизни. Здесь целый ряд цитат, ссылочек, откуда берется из Библии и из трудов Елены Уайт эти заявления, и вот теперь несколько фраз еще. Процесс формирования характера является постепенным, и поэтому существуют степени управления или владения как Духом Святым, так и злыми духами. Все, которые не отдаются без остатка постоянному пребыванию Духа Божия, находятся в результате в большей или меньшей мере под руководством и властью сатаны. Все, что не находится в согласии с волей Божьей, каждое намерение притянить вред другим, каждое проявление самолюбия, каждая попытка поощрять ложные принципы, являются в некотором смысле этого слова доказательством определенной степени управления или одержимости бесом. Каждая уступка злу приводит к ослаблению тела, помрачению ума, унижению души. Тем не менее, в любой точке процесса формирования характера, характер открывается не в случайных добрых поступках и не в случайных ошибках, но в тенденции привычных слов и дел. Главная разница между теми, кто случайно откликается на побуждение сатаны и теми, кто делает это постоянно, соответственно, носит, обращаю внимание, неколичественный оборот. Еще раз. Главная разница между теми, кто случайно откликается на побуждение сатаны и теми, кто делает это постоянно, соответственно, носит количественный, но некачественный характер. Жизнь царя Саула является ярким примером переживаний тех, которые подчиняются власти демонов. Саул был наделен Духом Святым, сошел на него Дух Святой и он пророчествовал, а потом, что произошло? Он грешил и грешил и грешил и потом Дух Святой ушел и он остался во власти дьявола. Итак, перед нами следующая картина. Вместо того, чтобы мыслить упрощенно, а именно этот с Богом, а этот с дьяволом, Библия рассказывает и раскрывает перед нами более сложную картину. Речь идет о мире. Каждый грех, каждая уступка открывает дверь для все больше власти дьявола и все больше закрывает дверь для власти Духа Божия. Итак, сегодня мы задаем вопрос, могут ли христиане быть одержимыми? Ответ к сожалению да. Какова причина одержимости? Грехи. Грехи, от которых человек не освобождается путем исповедания грехов поименного или путем победы над конкретными грехами. Грехи являются причиной одержимости. Важно помнить, что существуют степени одержимости бесами в зависимости от степени погруженности в грех. В качестве иллюстрации хочу напомнить вам такой принцип. Природа не терпит чего? Пустоты. Природа не терпит пустоты. Это выражение принадлежит древнегреческому философу Аристотелю и в свое время оно было популяризировано французским писателем гуманистом Франсуа Рабле. Вот эта фраза она передает в себе очень важное положение вещей касательно ли материи, касательно ли духовности, касательно ли социума. Обычно ее применяют к социальной практике. То есть если вы сознательно не поддерживаете не культивируете в себе или в человеческом обществе доброе хорошее начало то что произойдет ему на смену придет дурное придет злое начало. И есть похожая по смыслу фраза в русском языке свято место что дальше пусто не бывает. то есть никогда нет в природе вакуума. Если одна сила уходит другая в той же мере приходит. Несколько иллюстраций для ясности свет и тьма свет и тьма чем ярче свет тем на эту долю на эту меру меньше тьмы. Правильно? невозможно притушить свет и говорить а я не боюсь тьмы тьма ни за что не придет. Нет. Это прямо пропорциональные прямо противоположные явления. Еще пример тепло и холод тепло и холод можно ли сделать так чтобы уменьшить тепло и не пригласить этим самым автоматически холод. Невозможно. Это именно прямо противоположные явления. По мере уменьшения тепла приходит холод. Или такой принцип перетягивания каната. Тяни толкай. Невозможно ослабить напряжение. Невозможно ослабить силу и ожидать что все останется на месте. Если чуть-чуть ослабил что происходит? Противоположная сила движется в другом направлении. Почему? Почему? Потому что на примере этих иллюстраций в духовном мире действуют две силы Бог и дьявол. Ангелы Божьи и ангелы дьявол. И потому если человек в чем-то малом уступает дьяволу на эту меру Дух Святой уходит и на эту меру ровно заполняет разум человека Дух зла. Еще больше согрешил, еще больше не каешься во грехе, еще больше упорствуешь во грехе, еще дальше Дух Святой уходит, приглушается, заглушается, оскорбляется, угошается, и на эту меру ровно входит Дух зла. А он имеет свойство со собой дружков приводить, как мы знаем, из Пященного Писания. Призыв сегодня. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, используйте этот цикл проповедей для того, чтобы, во-первых, серьезно и честно проанализировать свою жизнь во свете Священного Писания. Используйте этот цикл проповедей, чтобы получить новую меру свободы от дьявола и бесов. А для этого, во-первых, честно посмотрите в глаза самому себе. Есть у вас мерило, есть закон Божий, есть зеркало, есть Священное Писание. Оцените себя, оцените себя, проанализируйте себя. Во-вторых, молитесь, молитесь. Книга Псалом 138, 138 Псалом стихи 23-24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот так надо молиться. Господи, испытай сердце мое, испытай «И укажи мне, и укажи мне, Господь». Второе послание Коринфянам 13, глава стихи 4-5 «Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Как следует молиться? Испытай меня, Боже. Исследуйте, испытывайте самих себя. В-третьих, поститесь, поститесь. Насколько позволяет здоровье, насколько позволяет график, Иоанн и постом. Если вы хотите максимально использовать этот месяц в цикле проповедей «Изгнание бесов», в котором запланировано четыре проповеди, я приглашаю вас, кто еще не слышал ни разу, обязательно познакомиться с циклом лекций «Разрушенные проклятия». Там десять записей. Десять записей в видео и аудио формате на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу russiancenters.com Проработайте этот материал, исследуйте для себя подробно, основательно. Там указываются и симптомы, и причины проклятий, и путь к освобождению. И таким образом в рамках этого месяца обретите для себя новую меру свободы от дьявола и от бесов. Мы с вами начали новый путь, путь изучения темы изгнания бесов. И Господь приготовил для нас много благословений на этом пути. Будьте здесь по милости Господней в следующую субботу. Приведите с собой тех, кто нуждается в освобождении. Так, чтобы этой возможностью звучащего Евангелия Христова, освобождающего Евангелия Христова. Мы все могли воспользоваться в должной мере. Сила Христова ждет, она готова освободить. Главный вопрос заключается в том, чтобы человек самого себя сделал доступным для этой силы и самого себя к этому подготовил. Аминь. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Продолжение следует...